Очередная прогулка по городу состоялась в минувшую субботу. Экскурсоводом на этот раз стал Михаил Тимофеев, доктор философских наук. Юбилейная по счету десятая прогулка была посвящена Иваново-Вознесенскому конструктивизму. Это и дом птица, и дом корабль, ряд домов, которые менее известны. И продолжим мы движение вплоть до перекрестка проспекта Ленина с улицей Громобоя, где находится здание дома пули, дома подковы, и, соответственно, городок Грузенберг останется вдали, но я о нем тоже расскажу. А что знает о конструктивизме современный Ивановец? Да по сути ничего, разве что самые известные сооружения, да и те уже давно неинтересные. А ведь в городе в первой половине прошлого века было возведено более 60 объектов конструктивистской архитектуры. Сейчас большинство из них либо снесены, либо утратили свой облик. Человек, который приезжает в Иваново, допустим, из Владимира, Суздаля или Ярославля, говорит, покажите мне Иваново. Ивановец говорит, ну, нам нечего показывать. Вот у вас Кремль, у вас старые храмы, ну как же, у вас есть замечательный конструктивизм, скажет этот человек. И Ивановец вполне может растеряться, потому что он знает дом корабля, дом подкова, дом пулю, а дальше возникают некоторые проблемы. Экскурсия началась от железнодорожного вокзала. Главные ворота города были построены в 1933 году. Внутреннее убранство за эти годы успело полностью поменяться. А вот внешний вид очень близок к первоначальному варианту. В 1933 году, когда здание было построено, был седьмой по размерам железнодорожный вокзал в Советском Союзе. Размер тогда играл значение. И сделан он был по проекту приглашенного московского архитектора Каверинского. И, как вы видите, в значительной степени он сохранил свой облик. Вот что касается цвета, то первоначальный цвет мне неизвестен. Долгое время это здание было серым, теперь оно будет более веселый цвет выкрашено. С улицы Карла Маркса экскурсионная группа направилась на улицу Калинина. Не все знают, что в двух шагах от вокзала находится территория бывшего второго рабочего поселка. У дома на четыре квартиры свой небольшой приусадебный участок. Прошел почти век, идеология города-сада давно забыта. А здешние обитатели до сих пор выращивают овощи и фруктовые деревья в центре города. Не спеша выходим, пожалуй, к самому известному сооружению конструктивизма – дому-кораблю на проспекте Ленина. Конечно, наш корабль в мире не единственный, но от этого он не перестает быть самобытным. В одном Тель-Авиве несколько домов кораблей, у нас он только один, и мы должны гордиться, что в Иванове есть хотя бы один корабль, который сделан из кирпича, хотя и покрашен, что, мне кажется, сделано зря. Не все знают, что у дома корабля есть еще соседний корпус. На оба сооружения специалисты Департамента культуры и культурного наследия повесили таблички с правильным названием, именем архитектора Фридмана и QR-кодом для тех, кто захочет узнать о доме больше. Увлечен архитектурой конструктивизма достаточно давно, еще с денежеских времен. И я тоже делал по учебному заданию экскурсию. Вот она как раз у меня была городская экскурсия по конструктивизму. Лет 10 назад это было, правда. Вообще Михаила Юрьевича знаю давно, он у нас тоже преподавал, и он мне нравится как человек, как ученый. Ну, какие-то вещи я подтвердил для себя, вот так скажем. И, не знаю, насчет нового, ну, вообще интересно, просто мне нравится. Прогулки по городу уходят на зимние каникулы. На свежем воздухе экскурсий в этом году больше не будет. В начале декабря в музее Бурылина пройдет завершающий концерт. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.